Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то обнадеживающие сведения о судьбе Надежды Савченко? Услышан ли призыв, с которым сегодня обратился Совет по правам человека по президенту России к главе Следственного комитета, к Бастрыкину? Илья. Он, безусловно, услышан, но в этом не сомневаемся с коллегами, в том смысле, что его восприняли. Пока что единственной реакцией на все события и все просьбы вокруг дела Савченко было то, что спикер Следственного комитета, господин Маркин, на этой неделе объявил нам, что дело будет доведено до суда. И что, по его мнению, Савченко уговаривают продолжать голодовку правозащитники и адвокаты, что, конечно, полная ложь. То есть, они, безусловно, наши оппоненты, Следственный комитет России, понимают серьезную ситуацию. Я не думаю, что господин Бастрыкин находится в заблуждении относительно того, что его посредственная может умереть в ближайшее время. Но положительной реакции, то есть, готовность идти на встречу, менять ей меры предвещения, мы пока не увидели. Скажите, когда вы последний раз видели Надежду? Вы или ваши коллеги по команде адвокатов? Я виделся с ней вчера, в четверг. Она намерена продолжать голодовку? Да, она намерена продолжать голодовку. Хуже всего было в среду, в день суда. Накануне среды ей дали какое-то поддерживающее питье, мы не знаем до сих пор, что это такое было, после которого у нее заболел желудок. Вот весь день в среду у нее болел желудок, она с трудом участвовала в суде, она с трудом могла сидеть прямо. Вчера ей было чуть лучше, сегодня с ней встречалась ее сестра, которая прилетела в Москву, Вера Савченко. Я разговаривал с ней после того, как она вышла из СИЗО, она говорит, что у Надежды боли желудка все равно продолжаются. По нашим сведениям, которые у нас имеются со слов Надежды и из тех материалов, которые мы получили по итогам визита немецких врачей в СИЗО, мы полагаем, что ее желудочный пузырь находится на грани того, чтобы остановиться, и у нее намечаются серьезные проблемы с почками. То есть то, о чем мы говорили, то, что ее внутренние органы могут пойти в разнос в любой день, в любую минуту, похоже мы к этому подошли уже вплотную. Илья, извините, а российские врачи продолжают настаивать на том, что состояние Надежды удовлетворительное, как это было буквально 10 дней назад? Да, сегодня опубликован релиз СИНа о том, что сообщение защиты и правозащитников о том, что Надежда Садченко подошла опасно близко к черте, за которой не будет возврата. Вот эти наши утверждения были в СИНом опровергнуты со ссылкой на своих тюремных врачей, которые утверждают, что Садченко находится в удовлетворительном состоянии. Мы не считаем, что это так. А возможно организовать какую-то независимую экспертизу в состоянии здоровья Надежды Садченко? Фактически она и была проведена немецкими врачами. Немецкие врачи были у нее 12 дней назад, поскольку состояние меняется довольно быстро, и она уже с того времени потеряла определенную массу своего тела. Да, мы надеемся, что на следующей неделе такая комиссия будет организована, и в случае продолжения обгодовки такие обследования будут регулярными. Но для этого нужна определенная добровольная со стороны СИН и СК РФ. Илья, Надежда до сих пор принимает только воду, да, вот на сегодняшний день? Она отказалась от инъекции глюкозы, и такая ситуация у нас и до сегодня, правильно мы понимаем? Инъекции не делала с 10 февраля, с этого времени она, насколько я понимаю, один раз пила какой-то напиток, который дали врачи. Из того, что она пьет постоянно, это вода и чай. Первый месяц голодовки у нее вынесли все продукты из камеры, у нее не было даже заварки, сейчас у нее есть заварка для чая. Спасибо, Илья. А есть угроза того, что ее будут принудительно кормить? И что вы будете делать в этой ситуации? Такая угроза есть. Такая угроза есть. У нас в законе есть положение о том, что в случае непосредственного риска для жизни, по заключению врача, может быть принудительно кормление. Врачи тюремной больницы СИЗО-1, матросской тишины, конкретно Самсон Мадаян, главврач, обещали надежде, что до тех пор, пока она не впадет в кому, то есть пока она будет находиться в сознании, к ней такая мера применяться не будет. В случае, если она будет применяться, мы об этом сразу же узнаем и сообщим об этом вам. Скажите, пожалуйста, последний вопрос, Илья. Как на ваш взгляд, что можно сделать здесь украинским политикам, что может сделать международное общественное мнение, европейские политики для того, чтобы добиться перемены судьбы Савченко? Илья. На 1 марта у нас запланирована всемирная акция поддержки надежды. Она будет проходить в Москве в форме части шествия, посвященного, то, что называется, шествия весна, посвященная борьбе с кризисом и антивоенной направленности, такая акция. Там будет колонна, посвященная надежде Савченко. В Киеве будет молебен за надежду межконфессиональной, которая пройдет, сколько я помню, в час дня по киевскому времени на Софийской площади. То есть, то, что может сделать рядовой человек, не политик, для поддержки надежды, это присоединиться к какой-то из этих акций. Политики, разумеется, могут оказывать давление на Россию, продолжать дипломатические усилия для того, чтобы руководство России осознало все последствия, с которыми он столкнется после смерти надежды, которая вполне может случиться в ближайшее время. Будем надеяться на лучшее. Спасибо, Илья. Это был Илья Новиков, адвокат Надежды Савченко. Спасибо. Спасибо.